Всем привет, друзья! Сегодня у нас такой ролик-тест PCP-пневматика калибра 6.35 атамановская с энергией пули где-то около сотни и травматический пистолет PM, PMR-80, 45-й Рубер Энергетика у них одинаковая Просто сходим попробовать постоять по разным предметам и посмотреть вообще разницу Все-таки калибр 6.35 меньше, чем у 45-го Рубера Но здесь свинец, там резина В любом случае пробивная способность это будет лучше у 6.35 Но посмотрим разрушающую способность калибра 45-го Рубера и сравним эти два калибра Очень интересно Ну что, сейчас попробуем Давайте первый выстрел сделаем с литовки Атаман по крупному апельсину Есть попадание Есть попадание Теперь Давайте попробуем с травматического пистолета PM 45-й Рубер Главное попасть на этой дистанции Промазал Дубль 2 PM не особо точное оружие Травматический Именно 45-й Рубер вообще калибр не особо точный Поэтому проблематично Расстояние 7 метров Я давайте подойду ближе Чтобы нам не тратить большое количество патронов И чтобы наверняка попасть Энергия не особо изменится На таком расстоянии Не было Потом посмотрим Сейчас поменяем другие мишени Посмотрим, как на них Теперь у нас мишень Помидор Значит, первые стреляем 6-35 Потом 45-го Рубера Теперь пробуем 45-м Рубера Будем подходить ближе Чтобы не могло и попасть Так, теперь у нас на очереди Красный грейпфрут Пробуем сатамана И подойдем поближе Теперь 45-й Рубер По грейпфруту Следующая мишень Так, теперь у нас Жестяная банка С квасом 0,5 Пробуем по ней Теперь по баночке 45-й Рубер Как прилетает Смотрим Я весь в квасе Новая мишень Полтора литровая бутылка Газированная с водой Атаман 6-35 Нехило Субтитры создавал DimaTorzok Теперь та же самая бутылка Но только 45-й Рубер В нее прилетает Надо отмываться от кваса Здорово Теперь посмотрим на пробиваемость Толстая книга В твердом оплете Самую книгу Только с 45-го Рубера Посмотрим, что сделает 45-й Рубер С книжкой Ну вот, значит, отстрелялись Вот здесь все предметы лежат То, что мы стреляли с Атамана А здесь у нас С левой стороны То, что мы стреляли с Рубера С 45-го Вот, значит, бутылка Ветер Значит, бутылка с Атаманом Ну, просто вот разрывает ее Как, ну, в принципе Вот маленькое входное И вот рвет ее Также жестяную банку Тоже вот входной Вот выход А, нет, наоборот, скорее всего Вот этот вот вход Вот этот вот выход Вот, здесь видно Как она все прошла Гидроудар происходит Значит, грейпфрут Вот так вот она его долбит Неплохо Все в каше там внутри Вот апельсин То же самое А от помидора Вот все, что я нашел Помидор вообще просто Испарился Так, это у нас 45-й Рубер Вот входное Не могу найти Выходя Странно А шарик-то и нету внутри А выхода нету Выходного Дальше у нас Вот по грейпфруту Более интересно Видите, как Пуля тоже Энергию имеет Хорошую То есть Но выходного нету Давайте достанем Шарик Шарик тоже нету Куда они выскакивают Хотя странно очень По идее Я думал, что он здесь Но нет Нигде его нету Сейчас Здесь еще посмотрю Да Здесь тоже нету Но это банка жестяная Вот так ее разорвало Просто Вот в апельсин Вообще странно Как бы Ну то есть Он вошел Выхода нету Попробую достать Уж Какой-то влетел Скорее всего Значит я промазал Ну помидор Понятно Вот он Разлетелся Так Вот зато здесь Мы шарик точно Должны найти Нет Тоже Выскочил шарик От 45 Вот они видны То есть Пробоина больше А Атаман просто ее Прошил на вылет И все То есть Ну в 45 Он отскакивает Как-то Непонятно То есть Я почему-то думал Что мы сейчас найдем В Грифруте Наверное Этот шарик резиновый Но не нашли Ну что значит Вывод такой Все-таки Траматическое оружие Оно не создано Там Ну что Что-то пробивать Оно создано Чтобы остановить Энергия На остановку Там человека Ей хватает Но опять же Это не более Там 5 метров Стрельба У них в принципе И заявлено Так всегда В паспортах 8 метров Там максимум Вообще Пневматическая винтовка Все-таки стреляет Свинцом Свинцовая пуля И она создана Для охоты Скорее Все-таки Чтобы поражать цель Поэтому Ну пневматика В этом плане Выигрывает Но останавливающее действие Будет в любом случае Сильнее У травматического Пистолета Потому что Сам шарик Он в диаметре Больше Подписывайтесь На наш канал Максган Всем спасибо За просмотр Ставьте лайки Субтитры сделал DimaTorzok